MacBook Air самый популярный компьютер Apple. Еще долгое время он будет понакатанно оставаться синонимом слова ультрабук. Да и статистика обзоров на канале говорит о том, что им интересуются больше всего. Главная проблема ноутбуков Apple была в том, что если хочешь большую диагональ, то приходится брать профессиональный MacBook Pro на 16 дюймов. И это безусловно потрясающая машина для работы, обзор которой есть на канале всех последних поколений за последние 5 лет. Но вот цена от 2500 долларов США и это без учета налога штата. Она просто огромна. А люди, ну реально многие люди хотят недорогой ноутбук, но с большой диагональю. И наконец-то в компании услышали и выпустили увеличенную версию самого дешевого Air. И начнем с главного, почему берут Air. С цены. Самым доступным входом в мир macOS всегда был макмени. От 600 долларов США. Дальше идет уже полноценное решение в лице MacBook Air. То есть купил и сразу же работаешь из коробки. К макмени необходимо докупать всю периферию, дисплей и акустику. В основном макмени покупают те люди, у которых все это, то есть все то дополнительно, что нужно докупать, уже осталось, например, от Windows машины. Apple и сейчас продает 3 эра. Два актуальных с челкой на чипе М2. 13,15 дюймов за 1100 и 1300 долларов. За не только большой дисплей придется доплатить 200 долларов. Вообще изначально MacBook Air на 13 дюймов на чипе М2 прошлогодний стоил 1200 долларов, но сейчас на него цену снизили при выходе большого эра на 100 баксов. Теперь он от 1100 долларов. И один визуально устаревший, но вполне себе еще бодрячком. Особенно в правильном конфиге. 2020 года с чипом М1 за 1000 долларов. А если хотите приобрести новый Air, другую технику Apple или аксессуары у нас, обращайтесь в BigGeek. У ребят оригинальная техника, гарантийные обязательства и доставка по России и Беларуси. Вся информация по ссылке в описании. Помимо цены вам еще необходимо понимать какой, кому и зачем в принципе нужен Air. С переходом компании Apple на чипы собственного производства, это M серия, Apple Silicon, MacBook Air перестал быть печатной машинкой, калькулятором в мире ноутбуков, но все равно до полноценного рабочего решения он еще не дотягивает. Минимальные системные требования. 512 гигабайт SSD, а это уже плюс 200 долларов. Все дело в том, что как только вы запускаете новый Air и проходите в системные настройки, вы обнаруживаете, что по факту ваш диск не 512, а 494 гигабайта, а доступно около 465, то есть минус почти 50 гигабайт со старта. И это чистый Mac. Накинул базовый софт и еще минус 25 гигов. А закинете еще личные данные, так и вовсе 100 гигов как и не было. Конечно вы все можете хранить в облаках, но это уже как-то слабо про работу. Можно купить внешний SSD диск, но в таком случае вы же покупаете Air для того, чтобы он был тонким и легким, а тут получается часть веса и толщины вы отдаете на аутсорс. И тоже это как бы не супер удобный вариант использования. Также традиционно скорость 256 гигабайтной версии ниже в два раза. 1450-1650 мегабайт в секунду. Против 2900-3500 мегабайт чем у версии с большим объемом. Потому что Apple использует один NAND чип вместо двух в младшей версии. И вот это напрямую влияет на производительность системы. Если вы купите именно 512 гигабайт на SSD, но 8 гигабайт объединенной памяти, это решение будет куда производительнее, чем если вы на 256 гигабайт на SSD докинете 16 гигабайт объединенной памяти. Боттленек, то есть вот этим самым узким горлышком станет именно SSD. В общем, купив версию на 256 гигов, вы обрекаете себя на страдания. У нас на обзоре версия с 512 гигабайт SSD и 8 гигабайт объединенной памяти, что в целом ок. В идеале для работы вам понадобится 16 гигабайт объединенной памяти, а это еще плюс 200 долларов. А объединенная память, в отличие от классической оперативной памяти на допустим Windows машинах, используется не только в качестве оперативной памяти, но и как видеопамять для интегрированной графики. А как только вы начинаете запускать большое количество приложений, эти самые 8 гигабайт объединенной памяти выжираются просто на раз. Вообще в принципе macOS так устроена, что она заполняет все пространство оперативки. И у вас машина начнет просто подтормаживать. Так что к тестам, в которых запускается лишь одна программа и тестируется тот или иной показатель, необходимо относиться скептически. Работа предполагает многооконность. Не говоря уже про то, что вы можете подключить внешний дисплей и тогда вообще начнет лагать. И получается, что для работы вместо стартовых 1300$ за большой MacBook Air 15 вам уже нужно 1700$. А за 2000$ можно уже купить MacBook Pro на 14 дюймов с изначально правильным конфигом, но уже с эталонной матрицей, активной системой охлаждения и еще кучей плюшек. А разница между 14 и 15 дюймами именно по дисплею минимальна. К чему я веду? Air в основном покупается либо стоковый, то есть самый дешевый вариант, либо на скидках, либо с апгрейдом SSD, то есть с 256 на 512 ГБ. И в таком случае вы уже получите, ну пусть и не рабочую, но вполне себе юзабельную машинку. Тут еще важно понять, что такое базовые задачи. Вы без труда сможете на нем кодить, собирать ролики и даже играть. Вообще Air на чипах M-серии подойдет не только для самых банальных задач вроде серфинга в сети, там учебы или еще чего-либо. Он в принципе подойдет и для начинающего программиста на Xcode или для того же видеомонтажера, как стартовая машинка, чтобы было от чего оттолкнуться, а не сразу покупать какой-то топовый девайс, потенциал которого вы даже в первые годы не сможете раскрыть. А если вам нужно решать более сложные вычислительные задачи, к которым нужен особенный подход, могу порекомендовать арендовать кастомно выделенный сервер в Selectel. Selectel это ведущий провайдер IT инфраструктуры и облаков в России. У них шесть собственных дата-центров, на базе которых можно арендовать кастомные выделенные серверы. Кастомы это нестандартное решение, которое позволяет собрать сервер как конструктор из широкого выбора комплектующих и подобрать выгодное решение под свои задачи. Он подходит тем, у кого есть необходимость сэкономить на покупке оборудования и при этом получить высокий уровень надежности, отказоустойчивости и безопасности данных. Для крупных проектов в Selectel можно собрать сервер из актуального железа, в том числе с процессорами Intel и AMD последнего поколения и новыми серверными видеокартами. Выбор огромный, например процессор можно выбрать более чем из 30 доступных моделей. В конфигураторе также есть вариации, NVMe дисков и сетевые карты 10 Гбит в секунду. А для менее крупных задач можно арендовать серверы на базе десктопных процессоров, которые дают максимальную гибкость и подойдут под любые требования. Заказать оптимальный сервер можно всего за несколько минут через удобную панель управления. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, регистрируйтесь в панели MySelectel.ru и соберите кастомный выделенный сервер под вашу задачу по ссылке в описании. Переходим к нововведениям. Первое изменение – габариты. Ноутбук стал толще на 0,2 мм по сравнению с 13-дюймовым эйром и разумеется вы этого не заметите. Важный момент, эти доли миллиметра пошли именно на толщину крышки, чтобы увеличить ее жесткость. Вес 1,5 кг. Он потяжелел на четверть кило по сравнению с 13-дюймовым эйром на M.2, который вышел в прошлом году. Если честно, когда берешь такой девайс, ну эти 1,5 кг практически не ощущается. Это все-таки большой, пусть и ультрабук. По сравнению с тем же MacBook Pro на 16 дюймов – пушинка. Вообще я дико скучаю по старой клиновидной форме эйров, потому как сейчас эйр довольно сильно похож на Pro. Они были, конечно, не радикально тоньше прошек того же времени, если сравнивать именно по толстой части. Но вот этот дизайнерский скат клиновидный, он прямо создает ощущение супер тонкого устройства. Как бритва. Впрочем, Apple заявляет, что это самый тонкий ультрабук в классе. В раскрытом состоянии корпус без крышки с дисплеем, а именно так вы его и будете зачастую видеть, имеет толщину, как у Magic Keyboard. И отдельно хочу затронуть тему цвета. Мне удалось достать Starlight – сияющая звезда. И выглядит он топово. Это что-то среднее между шампань и серебристым. Это такой же практичный цвет, как и серебро, которое уже довольно заезжено. Потому что краска на этих двух моделях вытираться не будет, особенно в районе ладони, которую вы кладете именно на корпус ноутбука. В отличие от Midnight и Space Grey. Главным нововведением, конечно, стал дисплей. 15,3-дюймовая матрица получила большее разрешение для того, чтобы сохранить показатели в 224 ppi. Помимо диагонали больше ничего не поменялось. Это все та же IPS матрица с охватом P3, поддержкой True Tone и яркостью в 500 нит. Размер рамок без изменений. Они все еще толще, чем у новых прошек. Вообще, это первая 15-дюймовая Air компания, а так далеко не самый большой ноутбук. Именно из тех, которые предлагала когда-либо Apple. Как минимум есть актуальная 16-дюймовая прошка, а еще в середине 2000-х был PowerBook G4. Вот он был вообще на 17 дюймов. Про челку, надеюсь, пояснять не надо. Вообще, я считаю, что лучше иметь выемку в ноутбуке, чем одну сплошную широкую полосу. Все-таки вокруг выемки располагаются эти самые ушки, в которых имеется интерфейс и он задействуется операционкой, а не эта бесполезная черная полоса. Плюс это своеобразная фишка компании Apple. Челка, значит макбук. Чего не хватает, так это эталонных профилей для профессиональной работы с фото и видео. Понятно, что Air не для профессиональной работы. Но Apple в том же Studio Display ничего не помешало их добавить. Мне кажется, Air это идеальный девайс для фоторетуши. Легкий, тонкий ноутбук, который всегда классно брать с собой в дорогу и при этом он имеет большой дисплей. А если бы он имел эталонные профили, это вообще было бы без альтернативного устройства, особенно для фотографов. В челке располагается фронталка, ее не улучшили. Это все та же FaceTime HD камера с разрешением 1080p и на данный момент я нахожусь в идеальных условиях освещения. У меня тут 1, 2, 3, 4, 5 источников освещения. Куда лучше задействовать то решение, которое предлагает сама компания Apple. Это задействовать iPhone в качестве фронтальной камеры для вашего макбука. Правда в этом случае используется основной сенсор вашего iPhone. А там качество значительно лучшее. Ноутбук так и не получил динамиков как в прошке, когда они располагаются справа и слева от клавиатуры. Даже в Air 2019 года на Intel динамики были в нужном месте. Дико странная история. Большой объем нереализованного пространства. Я очень сильно надеюсь на то, что был прототип MacBook Air на 15 дюймов, в котором сделали отверстие справа и слева от клавиатуры, как в MacBook Pro, и звук там оказался хуже, чем то, что исходит из-под дисплея, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Звук традиционно для Air'ов отдается в верхний торец, под дисплеем. У меня есть MacBook Pro на 13 дюймов 2020 года с чипом M1, в котором динамики располагаются слева и справа от клавиатуры. Ноутбук меньше, динамиков меньше, их размер меньше. Вот давайте сравним. Клавиатура надежная бабочка. Кнопка питания с быстрым и точным дактилоскопическим сенсором. А если купите с американской раскладкой, у вас еще будет правильный левый длинный шифт. Гравировку делать не рекомендую, имею личный опыт. Через какое-то определенное количество времени, ну не сразу, года через 2-3, при интенсивном печатании, вот в том месте, где лазер прожигал ваши клавиши, начнет слезать защитное покрытие клавиатуры. Лучше купить какие-то прозрачные наклейки, ну чтобы подсветка сохранялась, но точно ни в коем случае не силиконовые накладки. Они имеют определенную толщину, и когда вы будете закрывать ноутбук, носить его в рюкзаке, он в любом случае будет еще немножко продавливаться, и эти накладки могут повредить ваш дисплей. Трекпад стал крупнее, и это несомненно плюс. Он потрясающий. Стоковый Air на 13 дюймов шел с базовой однопортовой 30 ваттной зарядкой. Большой макбук Air комплектуется блоком питания на 35 ватт, с двумя портами USB-C. В розницу он стоит 60 долларов. Юзал такую зарядку на повседневе, ну со специальным переходником, это по-моему британская розетка, и у меня к ней претензий нет. Если использовать только один порт для зарядки макбука, то отдается все 35 ватт. Зарядка сильно не нагревается, и при этом не шумит и не трещит внутри. На официальном сайте Apple еще можно выбрать однопортовую зарядку на 70 ватт. Она, кстати, стала более компактной, чем старый 67 ваттный адаптер. Я все-таки рекомендую брать менее мощную, но все-таки с двумя USB-C интерфейсами. Потому что в Air всего 2 USB-C, и для повседнева, если у вас нет хаба, это прям вообще немного. Это Thunderbolt 3 или USB-C 4 порты со скоростью передачи данных до 40 гигабит в секунду. Хорошо, что Apple перевела свои маки на вернувшийся MagSafe 3 интерфейс с практичным тряпичным кабелем для зарядки, и при этом освободился порт. А так еще можно заряжать и через USB-C, что дико удобно. Время работы, несмотря на увеличенную емкость аккумулятора, не увеличилось по сравнению с 13-дюймовым Air-ом прошлого года на чипе M2. Все логично, диагональ дисплея увеличилась, а это один из самых главных потребителей. В среднем у меня получилось 12 часов браузинга, около 4-5 часов работы под нагрузкой и 6-7 часов работы в смешанном режиме. На один полноценный рабочий день без зарядки его хватает. По производительности. Что касается MacBook Air, то в базовой конфигурации на два графических ядра больше, чем в базовой тринашке. Между прочим, в 13-дюймовой модели нужно было доплатить 100 баксов, чтобы получить эти два ядра. В остальном в базе 8 ядер процессорной части, 4 энергоэффективных и 4 производительных и 16-ядерный нейронный движок. Что касается практических тестов, то чип M2 изучен нами вдоль и поперек. И протестирован как с 256 гигабайтным медленным, так и с 512 гигабайтным быстрым SSD. Кому интересно, посмотрите результаты в обзоре 13-дюймового Air. По температурному нагреву корпус 15-дюймового Air крупнее, соответственно и площадь рассеивания больше. При кратковременной нагрузке разницы в температуре нет, при долговременной длительной нагрузке разница в температуре самого корпуса у большого Air ниже, ну на 2 градуса, а в самом приложении вроде TG Fan Pro, которым я пользуюсь, там кстати есть реальный период, я вот в основном его только и задействую именно на тестовых машинах, в среднем на 5 градусов ниже, именно большой Air. То есть получается по температуре чипа, а не корпуса. Что нового внутри? Материнская плата стала еще компактнее, хотя в целом сохранила примерно ту же конфигурацию и внешний вид. Динамики занимают больше места, их теперь 6, включая низкочастотные излучатели с шумоподавлением. В 13-дюймовом Air 4 динамика. Львиную часть ноутбука занимает P-образный аккумулятор на 66,5 Вт час, и это примерно на 25% больше, чем у Air на 13 дюймов. Традиционно для Air охлаждение пассивное. Нагрев под нагрузкой может достигать 37 градусов, и это явно не предел. А вот уровень ремонтопригодности оценен низко, 3 из 10. Все из-за того, что ремонтировать особо-то и нечего. Все компоненты припаяны к системной плате, а чтобы добраться до нее, нужно практически полностью разобрать весь ноутбук. При этом очень много коннекторов и винтов. Air 15 это отличный ноутбук для тех, кому нужен большой дисплей и минимальный прайс. Отличие по сравнению с 13-дюймовым Air не в $200, а получается в $80. Потому что опция с двумя дополнительными графическими ядрами стоит $100. А доплата за адаптер с двумя USB-C обойдется еще в двадцатку. Так что ценообразование адекватное за те допы, которые вы получаете. И не забываем, что версия 8.256 она базовая для тех, кто хочет большую диагональ именно Air и именно самый последний, но денег нет. 8.512 самая оптимальная версия. 16.512 смысла брать нет, потому что есть профессиональная 14-дюймовая прошка. А на этом все. С вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech. Огромное спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Буду надеяться, что он для вас оказался полезным. До скорых встреч. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Ведь это бесплатно. Пока-пока. 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 Пока-пока.